Та тема, которая меня интересует уже последние 10 лет, это то, чем я хочу с вами сегодня поделиться. Это звучит как вопрос. Потому что когда тема звучит как вопрос, тогда это тема, которая открыта к какому-то размышлению, к разговору, к сомнению, что очень важно. Потому что всё то, что мы получаем, как данность, к сожалению, всегда обречено на некоторый провал, как определение, с которым невозможно работать, которое закрыто. Я люблю вещи, которые открыты, как коробочки, которые открываются и которые потенциально содержат в себе чёртика. Поэтому в некотором смысле вопрос «где инструмент?» – это вопрос для меня некоторой чёрной коробочки, внутри которой что-то живёт. И это что-то требует либо пробуждения, либо обнаружения, либо какого-то открытия, если говорить слова Белона, о котором я сегодня тоже буду упоминать. Так вот, этот вопрос звучит как «где инструмент?». То есть на самом деле вопрос должен был бы звучать немножко по-другому. Он должен был бы звучать как «что такое инструмент?» И, соответственно, как порождение этого вопроса уже «где искать этот собственный инструмент?». На первый взгляд вопрос «что такое инструмент?» выглядит банальным, да? Равно как и такие вопросы, как «что такое музыка?», «что такое гармония?», «что такое полифония?», «что такое вообще?». Так вот, понятие инструмент, понятие, о котором, мне кажется, во второй половине XX века все говорят, но тем не менее об этом нигде нельзя найти. Вот какой-то такой очень странный вопрос, потому что все проблемы, которых мы так или иначе касаемся, говоря здесь на лаборатории, в том числе современной музыки, это проблемы, касающиеся инструмента, грубо говоря, да, и инструментальных, то, что я называю инструментальным мышлением, да, потому что когда мы говорим о разных дисциплинах, мы разделяем, да, гармония, полифония, там, анализы и все такое, инструментовку и прочее. В то время как, когда работает автор, да, он исходит из некоторого думания, грубо говоря, из некоторой мысли. И вот как бы эту мысль всегда очень интересно раскручивать наоборот, поэтому у меня всегда очень много вопросов, и в этом смысле свое выступление сегодняшнее я сформулировала как инструментальное мышление, двоеточие, где инструмент. То есть инструмент – это не предмет, да, это я сразу заявлю, и потом мы с вами об этом будем говорить. Соответственно, поскольку это сопряжено со словом мышления, это значит, что инструмент каким-то образом мыслится, и инструмент – это то, что можно определенным образом помыслить, внутри чего можно определенным образом помыслить, и в конце концов, исходя из этого, можно уже говорить о некоторой общей стратегии, инструментальной в том числе. Говоря об этой теме, об инструменте, я, как правило, следую двум направлениям, двум таким ответвлениям. С одной стороны, да, я говорю о концепте инструмента, и мы сегодня именно об этом будем говорить. С другой стороны, я говорю о некоторой алхимии процесса. Алхимия – это некоторый процесс, который поэтический, который невозможно объяснить только научным языком, поэтому мы должны находиться в некоторых амбивалентных условиях. В том смысле, что инструмент – это вроде что-то твердое, стабильное, такой солид, да, которое обладает, ну, такой очень яркой материальностью, и, соответственно, оно, ну, стабильно, да, то есть оно как бы химично, но при этом оно стабильно. С другой стороны, и поэтому оно объяснимо с точки зрения науки. С другой стороны, инструмент – это явления, да, которые связаны больше с процессами, с процессами текучими, нестабильными, алхимичными, и в этом смысле для этого, возможно, только поэтический язык. Поэтому я буду обращаться и к поэтическому языку, и к научному. Мы сразу предложим вам две цитаты, с которых я начну, как некоторый, как это называется, эпиграф к тому, о чем я буду рассказывать. Одна цитата – это цитата из цитата Николая Корндорфа. Я ее неслучайно выбрала, потому что это композитор, который работал на кафедре инструментовки, если я не ошибаюсь, какое-то время назад, давным-давно, да, не так долго он работал, но тем не менее он работал, и мне кажется, как бы, очень уместно к нему отправлять в качестве ссылки, потому что в этом есть какой-то намек на фундаментальность науки. Мы должны говорить не о принципах инструментовки, а о принципах, возникающих в процессе создания оркестрового произведения, об определенной области композиторского мышления. А вот это как бы то, о чем говорит Корндорф. Мы должны говорить об определенной области композиторского мышления. Это область, на мой взгляд, это область инструментального мышления, через которую, по крайней мере, можно войти хотя бы чуть-чуть в понимание музыки второй половины XX века. Про XXI я не говорю. И вторая цитата, даже как бы такие две цитаты, это ссылка на Мориса Бежара, на две его такие вот цитаты. Творческая работа – это погоня за миражом, упорное желание поймать его и зафиксировать. И вторая, которую я очень люблю. Я вернулась и упал в объятия Нина Роты, который тут же пустился импровизировать и наиграл мне 13 12-тоновых тем на рояле Людвига II, том самом, что был на попечении персонального настройщика Шопена. Потом Нина уснул, завернувшись в старое серое пальто, должно быть подарок святого Франциска Оссиского. Вот очень странная цитата, но, на мой взгляд, она именно в своей поэтичности, она говорит о том, о чём нельзя сказать словом алхимия. Итак, начиная с вопроса об инструменте, мне бы хотелось сразу вас отправить к большому исследованию, которое провел Николай Юрьевич Хруст, написав прекрасную совершенно диссертацию, в которой он формулирует, наверное, впервые у нас формулирует понятие, что такое инструмент. И, в общем-то, он как бы говорит об инструменте как о том, что может не только издавать звук, но и созидать звук. И первое, что он выделяет в инструменте, некоторый первичный резонатор, по которому мы можем говорить о том, что инструмент себя определенным образом являет и проявляет. Но, тем не менее, вопросы остаются, и в первую очередь, первый вопрос, который я себе задаю в этом смысле, это, собственно, не просто где инструмент, а когда мы говорим о конструкции инструмента, самого обычного, возьмём, например, скрипку или вот виолончель, на которой только что нам демонстрировались приёмы, возникает вопрос, а где собственный инструмент? Инструмент – это, собственно, сам вот этот вот предмет, его телесность, или это смычок, потому что у нас есть отдельно смычок, отдельно есть как бы типа виолончель. При этом, например, у нас есть тромбон, на котором я играю. Тромбон существует как бы сам по себе. А если я, например, играю на тромбоне и при этом направляю его в струны рояля, то где здесь будет инструмент? Какой из инструментов я должна буду называть инструментом? Я пойду дальше. С ударными более-менее понятно. Вот у нас есть поверхность, вот у нас есть палочка, я ударяю, вроде бы как бы всё понятно. Вот как бы инструментом, вот я по нему ударяю. Но с другой стороны, если я эту ситуацию моделирую, например, ударю две скрипки друг от друга с точно такой же позиции. То есть две скрипки, где здесь будет инструмент, какая о какой ударяет, мне не очень понятно. Если вместо скрипок в моих руках, например, окажутся две тарелки, здесь вроде понятно, где находится инструмент. Опять же, у меня исчезает ситуация, где я как палочкой по предмету обязательно должна ударить. В ситуации, когда я бью две тарелки друг от друга, у меня ситуация меняется. А если я теперь просто хлопну ладоши, у меня не будет тарелок, которые у меня между ладонями, я просто хлопну в ладоши, где у меня будет инструмент, что я называю инструментом? А если у меня между ладонями окажется, например, рояль, и я хлопну по роялю этими же самыми ладонями? То есть вопрос, мне кажется, настолько интересный, потому что он касается как бы некоторой сути, на которую ответ, что такое инструмент, как некоторая музыкальная данность, меня не совсем устраивает. Поэтому, размышляя об этом, я могу идти дальше в своих размышлениях, по крайней мере, я могу мыслить тем, что вот, например, у меня есть рояль, вот он рояль. А если я, вот как бы, он закрыт сейчас, он чёрный, вы знаете, что это рояль. Но если бы вы не знали, есть внутри него тот механизм, который, собственно, рояльный, он бы для вас перестал быть роялем или нет? То есть он скрыт, механизм внутри мы его не видим, да, то есть как бы, вот, допустим, я выставила на где-нибудь в качестве инсталляции фейк, да, то есть не рояль, а некоторый фейк, то есть просто вот его обложку, некоторую поверхность, да, он бы перестал быть роялем или нет? Или он рояль только в тот момент, когда он начинает звучать, да, а если я, например, из этого рояля, если мне нужно, я на нём не играю, мне нужны только педали, например, да, то это что, это я на чём играю? Это я на рояле играю или на чём-то другом играю? А если я, допустим, ой, ну что я сделала, например, рояль там 88 струн, да, натянутых, то есть у него конструкция, что делает инструмент инструментом? Вот эта конструкция 8 и 80 струн, а если я, например, просто, как бы, да, есть такие шикарные конструкции рояля, которые, вы знаете, да, вертикально у них так поднят этот дека, да, на которую натянуты струны, я видала такие картинки, у меня, к сожалению, здесь такой нет, вот, значит, такая дека натянутая струны, и по этим струнам он звучит как рояль, всё окей, всё можно продолжить, такой гибрид такой, арфа-рояль, окей, тогда чем отличается арфа от рояля? А если я на арфе оставлю только одну струну, это будет арфа или это уже не арфа? А если, окей, если у меня одна струна, но в качестве струны у меня будет лук как инструмент, то есть бинц, вроде бы он ничем и не отличается от того, что у меня арфа с этой же одной струной, да, и так далее, да, то есть вопросов может быть много, вопросов бесконечно, и я попыталась для себя, по крайней мере, я не знаю, насколько это будет для вас работать, попыталась определить понятие инструмента через три стратегии, и я сегодня эти три стратегии вам покажу, вот они здесь обозначены, это стратегия от материального к материальному, от нематериального к материальному, и то, что я назвала между мирами, то есть где-то между материальным и где-то между им материальным или нематериальным. Вот это между мирами еще можно назвать как слово медиа, я как бы про это потом немножечко поговорю, но пока оставим так. Значит, начнем. Первое, что мы делаем, попробуем пойти от понятия инструмент – это материальное, то есть это то, на чем играют. Вот здесь вы видите такой списочек, я сразу зафиксировала то, что это может быть в качестве материи, потому что под предметом, на самом деле, мы понимаем не только предмет, то есть здесь нужно подходить к шире, предметом может быть не только стол, например, который является предметом, но мы выходим за рамки просто того, что это скрипка, то есть мы признаем, что стол – это уже даже в нашем традиционном классическом понимании вполне себе такой инструмент, то есть мы на нем играем. Я могу на нем играть и импровизировать, и что угодно могу на нем делать. Этот предмет, у него есть определенные физические свойства. Но дело в том, что я могу не только на этом играть. Тамдун нам показал, что можно на воде играть. Очень хорошо, в чашах вода замечательно помещается, и если взять какой-нибудь стаканчик вот типа такого, который есть, вот так вот ударять по воде, то она прекрасно звучит. Если мы пойдем дальше, мы можем с вами поговорить о большом количестве людей, которые занимаются разными испытаниями, и в конце концов приходят некоторые из них, заявляем о концепции, что сама Земля может стать звучащим телом, то есть тело, которое некоторым образом себя озвучивает. То есть масштаб инструмента, равный как масштаб предмета, его размер, он тоже имеет значение. То есть это может быть маленький мячик, это может быть модель, это может быть все что угодно, до размеров Земли. То есть сама Земля, это нам, по-моему, уже очень хорошо показал космическую Одиссею. Кто снял? Кто снял космическую Одиссею? Стэнли Кубрик, да, спасибо. Вот там есть момент, где Земля или там во что-то превращается в мячик, и по ней так дыщ чем-то, и она куда-то там улетает. То есть вот эта вот идея предмета, который тоже превращается в своего рода инструмент. А чем этот мячик хуже там, да, для игры в гольф, да, то есть гольф в этом смысле тоже вполне себе инструмент. Значит, что у нас получается? Что мы идем от того, что существует как некоторый предмет, объект, субстанция, звуковое тело, вещь, артефакт, тут много всего понаписано. В общем, то, что я схематично называю материальное, да, то есть что, при помощи чего осуществляется что-то. Дальше мы двигаемся, соответственно, к тому, что эта материя, да, она не существует, она не существует сама по себе. То есть она может существовать сама по себе. Вот как, например, этот стол, но он не начнет звучать до тех пор, пока я к нему не обращусь, да, пока я его не приведу в движение определенным образом, да. Никакая вода не зазвучит, если какие-то силы ее не будут подталкивать к тому, чтобы она звучала, да, скрипка для того, чтобы зазвучала, и на ней нужно поиграть смычком. Даже я для того, чтобы зазвучала, должна привести в вибрацию свои голосовые связки и так далее. То есть мне нужно воздействовать определенным образом на эту самую материю, да, для того, чтобы привести ее в движение. Соответственно, материю приводит в движение некоторая другая сила. То есть если представим себе, что сама материя есть некоторая сила, сила, как это ее назвать, потенциальная, да, то есть которую можно привести в движение, которая сама по себе статично, да, не движется, то, соответственно, материю приводит в движение другая сила. И если там у нас как бы объект, типа он объективен, да, то есть предмет объективен, то сила в этом смысле может быть вполне себе субъективной. И между этими силами можно складываться очень разные дистанции, и это очень интересно. Значит, воздействующей силой, да, может быть, вот тут даже написано, воздействующей силой может быть два типа воздействия на того, чтобы как привести предмет в движение. Можно привести его, например, то есть если я его привожу в движение, да, вот опять же написано там пальцы, дыхание, смычок, палочки, все что угодно. Если я заставляю какой-то предмет двигаться, например, мне штору нужно пошевелить, да, она будет издавать двух. Соответственно, штора материальная, она предмет, я ее подвигала, да, я ее привела в движение, она начинает звучать. Я на нее определенным образом воздействую. Я воздействую. Но могу не я воздействовать, да, она, например, стоит в поле березка, прекрасно себе стоит, она как объект или предмет, или тело, или вещь, или все что угодно, да, она существует стабильно, там она себе растет, да. И вот тут и как бы налетел ветер, да, ветер ее пошевелил, эту самую березку, она начинает качаться, соответственно, листва шуршит, мы получаем звук, да, она приводится в движение чем-то, что мы сами как бы на нее не воздействуем, да. Если я приду с топором по этой березке постучу, то это одно дело, да, это будет как бы я воздействую на эту березку. А если ветер на нее воздействует, да, то есть ветер под ней шумит, то мы получаем ситуацию более объективную, или, как мне кажется, это ситуация, которая могла бы быть названа организованная ситуация. Помимо прочего, между тем, как инструмент приводится в движение, чем он приводится в движение, существует разная дистанция. То есть, например, в этом смысле очень легко себе помыслить, вот у меня есть стол, да, вот я могу на нем пальчиками играть, то есть пальчиками касаться, это очень близкая дистанция, да, то есть это фактически вот непосредственное воздействие на предмет. Теперь я взяла дополнительный предмет, я им воздействую на стол, соответственно, моя дистанция до стола увеличится, у меня появится некоторый посредник, да, которым я воздействую на этот стол. А теперь этот стол куда-нибудь отставят вот туда метров на 10, да, и я останусь здесь. И, соответственно, для того, чтобы мне воздействовать на этот стол, мне либо нужно кинуть эту ручку туда, да, Либо взять какой-нибудь мячик, либо что-нибудь еще такое придумать, соответственно, то, что увеличит мою дистанцию до предмета. То есть это тоже очень важно, это тоже влияет на то, как организуется движение. В конце концов мы получаем схему, схему того, что в такой стратегии, когда инструмент воплощается от материального к нематериальному, то есть он себя озвучивает определенным образом, благодаря взаимодействию сил, таким образом в этом контексте инструмент это место сопряжения сил, то есть это то, что приводится в движение, плюс то, чем приводится в движение. Или можно сказать, что сам предмет материален, у него есть свои свойства, то есть предмет и его свойства, помноженное на возможности силы и ситуации, либо это предметы или совокупность предметов, приводимые в движение. Вот в этой парадигме инструмент выглядит таким образом, как бы наглядно мы это, наглядно мы себе это можем вполне себе представить. Таким образом, о чем мы говорим? Какие у этого следствия? У этого следствия следующее. Вот в том виде, в котором мы получили, вот в этом, понятие инструмента выглядит достаточно широко. И в общем-то следствие этого предмета, следствие этого размышления таковы, пропуская цепь вот этих вот аологических и логических рассуждений, мы прибудем к мысли, что весь предметный мир инструментален, весь, да, это раз. Более того, звуковой физический мир инструментален и природный мир инструментален. Если березка шевелится, окей, само по себе, да, есть как бы грамм, да, смотрите, метро, вроде оно ездит само по себе, есть предмет, его приводят в движение, оно едет и задает так, да, нормально всё. Вроде бы эта ситуация никема не организована, она сама по себе происходит. Но тем не менее, если я в определенный период времени, например, в час ночи, зарезервирую метро, какую-нибудь станцию Киевскую, расставлю там стульчики, продам билеты, приглашу туда людей, я определенным образом организую ситуацию и сделаю ее инструментальной. И таким образом, в момент, когда пойдет поезд, то есть я ничего больше не сделаю, я просто артикулирую сам момент, само действие, которое в этом контексте приобретет инструментальность. Значит, что возможно в качестве отступления? В качестве отступления возможно то, что воздействующая сила может превосходить предмет. Например, если то, что я… У меня есть флейта, то есть флейта – это некоторый предмет, который я привожу в движение. Одно дело, я могу в нее дуть, соответственно, ждать от того, что флейта произведет те звуки, которые мне нужны, а с другой стороны, для меня важнее будет не то, что издает флейта, а то, что издаю я в качестве артикуляции моего амбишура. Я могу говорить просто «цик-эпэхэкшш», а потом поднести к себе инструмент флейту и сказать туда же «цик-эпэхэфэш». И вот это «цик-эпэхэфэш» будет важнее, чем, собственно, сама флейта. И таким образом, моя воздействующая сила на флейту, она и будет важной, а флейта будет только в качестве фильтра использоваться. Она будет только фильтром того, что я артикулирую как инструмент вот здесь. То есть инструмент будет находиться вот здесь. Это очень хорошо у Холлигера видно, но, может быть, дойдем, может, нет. Итак, значит, что отсюда мы какой вывод делаем? Мы делаем вывод, что инструмент расширяется. Это слово, которое очень не любит Николай Юрьевич, и мы с ним вот в этом смысле немножко спорим друг с другом, потому что когда он, например, о техниках инструментальных говорит, расширенные техники, он показывает и демонстрирует это всегда очень красивой картинкой виолончели, которая искажена в фотошопе, она представляет вид такой, искаженный виолончели, да, такой. И он это называет, это расширенная виолончель, типа вот это расширенная виолончель, а те инструментальные техники, о которых мы говорим, это новые инструментальные техники, да, Они не имеют отношения к расширению. На мой взгляд, расширение – это некоторая концепция, которая имеет отношение не к телу инструмента, что с ним что-то происходит, хотя это тоже происходит, а к тому, что вообще происходит как расширение, как некоторое освобождение, как раскрепощение, что тут можно кучу слов говорить. И за это мы, опять же, благодарны Эдгару Ворезу, который нам много чего подарил для некоторого движения мысли. И в первую очередь он, собственно, один из первых, который провозгласил освобождение звука. За ним Эрл Браун провозгласил освобождение времени. И, в общем, они всё это провозгласили, вот это всё освобождение, и наконец-то можно было бы сказать всё то же самое про инструмент, слава тебе Господи. Наконец произошло, ну вот никто не сказал, поэтому можно это сказать, а освобождение инструмента произошло точно так же, как произошло освобождение звука и освобождение времени и освобождение всего другого. Вопрос, от чего освобождаем, он как бы был бы здесь справедлив, но в конце концов инструмент в первую очередь освобождается от того, чтобы быть готовым. То есть инструмент это больше не готовая вещь, как это было и в 17 веке, когда она наоборот только готовилась для того, чтобы отлиться в какую-то форму, в смысле to be prepared, то есть быть подготовленным. Инструмент не в том смысле, что он подготовлен, а в том смысле, что инструмент начинает сочиняться ровно так же, как мы говорим о том, что звук сочиняется. Что еще сочиняется? Мы привыкли говорить, что как раз композитор это, что вы говорите, сочиняет порядок. Композитор в определенный момент времени занимался тем, что устанавливал порядок и сочинял порядок. Но это не единственное, чем занимается композитор. В том числе, опять же, спасибо 20 веку, который нам показал, что композитор может заниматься и сочинением звука, и сочинением пространства, и сочинением ситуации, и сочинением того, кто, собственно, такой автор, то есть сочинением автора. Ну и в этом ряду можно вполне себе сказать, что наконец-то композитор занимается сочинением инструмента. И тогда, говоря о сочинении инструмента, коль скоро мы сказали о том, что там составляет суть инструмента, значит, что может сочиняться внутри инструмента? Может сочиняться предмет, могут сочиняться свойства предмета, а физика предмета – это на то, что он способен. То есть скрипка может быть и ударным инструментом, и смычком по ней можно играть, и палочкой, и чем только угодно. Соответственно, это может изменить ее физику. Можно сочинять воздействующие силы, то есть, грубо говоря, вот у меня инструмент, он не меняется, он стабилен, я не буду к нему там ничего привинчивать. Например, меня не интересует привинчивать к этому инструменту что-то, хотя я могла бы, мне это интересно. Но у меня интересно, как на это воздействовать, поэтому я тут уже буду соображать, какие мне нужны сочинить для этого приспособления. Либо я буду какие-нибудь конструкции электронные на это делать для того, чтобы привести это в движение, либо какие-то палочки, либо какие-то еще дополнительные устройства. В общем, я буду сочинять эти самые силы, при помощи которых я заставлю его звучать. И, соответственно, сочиняю ситуации. Вот это следствие того, что я показывала раньше, как определение инструмента. По примеру, на каждый, собственно, чтобы было понятно, а то это все наука, абстракция и так далее, давайте предметно. Вот это сочиненный предмет, это адаптированный Виорел Харри Парчи, и как бы у него достаточно много таких разнообразных вариантов того, как сочиняется предмет. Вот это один из прекрасных предметов, который пересочинен, инструмент, который сочиняется. А ирония ситуации ровно в том, что недавно, по-моему, как раз месяц назад я натолкнулась на какой-то конкурс, сейчас уже официально где-то объявленный, конкурс на сочинение инструмента. То есть теперь, когда мы, грубо говоря, уже обращаемся с инструментом таким образом, что это уже давным-давно признано как сочинение, как часть области, как часть композиторской деятельности, ведь отчасти почему, вы понимаете, композитор – это не только человек, который работает за столом, то есть это и человек, который работает за столом, и кто-то другой. Так вот этот кто-то другой, он в 20 веке, с тех пор, как, опять же, философы нам провозгласили, наконец-то, абсолютную такую победу телесности, да, и победу такой вот материальности, то композитор, будучи долгое время, находясь долгое время в мире фантазии и грез, наконец-то получил возможность хоть как-то материализовать, что такое музыкальный мир, да. И в этом смысле очень часто коллекционирование инструментов, которым занимаются композиторы, это есть хотя бы частичная попытка обладать нематериальным, да, хотя бы немножечко обладать этой самой музыкой, да, иначе обладать ей невозможно, она нереальна. А если она превращается в материальную, да, у неё обретается тело, которое можно хоть каким-то образом вот понять, что да, вот это свидетельство или доказательство того, что ты сочиняешь. Да, вот эта телесность, предельная физичность, предельная телесность, это то, без чего вообще немыслимое инструментальное мышление второй половины XX века. Вне её телесности, вне физичности инструмента композитор больше не мыслит, то есть это невозможно. И поэтому, когда мы, например, сталкиваемся с квартетом Беата Фурера, да, написанного вроде для струнного квартета, то мы, для нас важно не только то, что играется, то есть то, как звучит, но и то, каким образом движется палец, да. Вот он стоит на этой струне, потом он пошёл на эту струну, смычок ведётся вот так, а потом он по двум струнам, а потом вот так, а потом сверху вниз, да. Это не менее важно, чем те звуковые, да, и какие-то упорядоченные конструкции, которые создаются как абстрактные. А вот эта физичность движения, то, что палец сначала стоит, потом он движется, потом он движется вот так, потом он движется ещё как-то. Вот это тот, что управляет звуком. Не звук управляет пальцем, палец управляет звуком. Поэтому один из, да, первых таких шагов в этом направлении был выполнен вот тем, что мы осознали сочинение предмета как часть композиторской работы. Да, это пример адаптированной виолы, вы знаете этот пример. К альту Харри Парч добавил гриф виолончели. Да, вот в этом и вся адаптация. Гриф виолончели, там сложнее, видите, на этом грифе ещё как бы куча разных дополнительных вот этих вот. К сожалению, я плохо фотографировала, размылась фотография. Это специальные обозначения на грифе, которые показывают сложную 43, значит, вот эту вот, 43, как это сказать, Система уделения октавы Харри Парча на 43, спасибо, да, ну да, вот эти вот, да, спасибо. Вот, реализация этой системы показана здесь, да, то есть этот гриф понадобился Харри Парчу для того, чтобы зафиксировать и реализовать ту сложную микрохроматическую систему, которую он разрабатывал, как преодоление, освобождение слуха, опять же, да, потому что слух оказался порабощён чем? Темперацией, да, темперация это то, что поработило слух, и слух нужно тоже освободить. Для этого мы сначала освобождаем звук, о, слух, а потом, да, адаптируем этот слух при помощи предмета, который сочиняем. Это первое, значит, сочинили предмет. Ну вот, например, такой тоже совершенно замечательный проект, он был осуществлен в Базеле, не помню, в каком году, это была Цвайман-оркестр на улице Кагеля. Эта партитура реализована для двух исполнителей, да, для двух исполнителей на ударных инструментах, вы их видите слева-справа, каждый исполнитель находится, и каждому исполнителю соответствует огромное количество инструментария. Он, с одной стороны, называется, как бы, можно сказать, Айнман-оркестр и Айнман-оркестр, да, получается Цвайман-оркестр. То есть один человек, у него ещё куча разных приспособлений тут к рукам, к пальчикам, какие-то верёвочки к ногам, к локтям, то есть это всё, то есть человек становится частью этой огромной машинерии. С одной стороны, это абсолютно такая швейцарская идея, потому что это исполнялось ещё и в музее Тенгли, Жанна Тенгли, то есть который знаменит своими сложными мобильными конструкциями, которые он конструирует, да, и большие, из всякого квазихлама и мусора, да, и которые тоже становятся музыкальными, да, если вы попадёте в этот музей, у вас будет возможность послушать, как эти конструкции звучат, они огромные, и они вполне себе выглядят вот как то, что делал Марицын Кагель, да, то есть это такое, опять же, конструирование инструмента. Вот и теперь оркестр становится некоторым суперинструментом, некоторой такой суперконструкцией, да, это подчёркивается как то, что нужен один исполнитель, да, то есть это не оркестр в том смысле, что каждый играет на своём, а у нас получается группа музыкантов и как бы, да, и аминь-аминь, а это именно, что человек, который прорастает вот в эту вот предметность, да, материализуется в этой самой предметности. И важно не только то, как он себя ведёт, это тоже важно, да, как он там руками шевелит, ногами, что он делает, но и как бы вот то, то есть сам процесс выстраивания этой конструкции, построения этой конструкции, это уже творческий процесс, это не подготовка к результату, вот это вот очень важно, да, когда мы имеем типа вот концерт, всё можно смотреть, а мы занимаемся подготовкой этого предмета, как своего рода исследование инструмента, исследование природы инструмента. И то, что мы получили, получаем как результат, да, то есть это некоторый результат, но результат это только видимость конечная, да, вот сделали фотографию и всё, но в данном случае важна не фотография конечная, а то, каким образом мы к этой фотографии идём и каков за этим, и как мы раскручиваем эту ситуацию обратно, да, какова художественная практика этого инструментального исследования. И в этом смысле это опять же относится к идее сочинения предмета, да, вот так вот может сочиняться инструмент. А следующий пример, это пример, который я очень люблю, это ссылка на сочинение Пьер Луиджи Беллона, которое называется «Мани Леонардис», посвящена она его коллеге Леонардису, который занимается различными инсталляциями, такой визуальный художник. Здесь Беллона формулирует очень любопытную инструментальную концепцию или инструментальную стратегию, да, которая связана с руками, то есть это концепции руки, да, это опять же концепция касания, это концепция контакта, потому что здесь очень важно понимать, что как формулируют Беллоны то, что такое звук, да, опять же, как вопрос, да, потому что звук — это не то, на что можно ответить сразу, он дает очень много ответов на то что такое звуку у него на его страничке есть целые статьи этого посвященные там прямо такая цепочка определений то есть например даже то что звук есть контакт или звук есть открытие это то что требует уже некоторого пояснения и вот кое-что он поясняет значит это сочинение как вы видите написаны для трех до четырех извините для четырех автомобильных рессор пружин таких давай две из них по автомобильные для него очень важно что по-моему одна из них audi другая там еще какая-то то есть принципиально важно это тоже сейчас какой-то концептуальной идеи и две по моему автобусная то есть как бы инструмент который конструируется из четырех таких пружин и пятый предмет который стоит у исполнителя на столе это чаша это стеклянная чаша и она для него важна потому что это единственный предмет который выбивается из этой конструкции тем что он создает звук который очень похож на звук полярной звезды как если бы это была полярная звезда посреди вот этого нестабильного мира 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 контакта и мира энергии значит он под этим подразумевает собственно все исполнение заключено в том что исполнитель играет на этих пружинах при помощи определенного деревянного молоточка одной рукой ударяя по пружине другой рукой либо глуша эту пружину да либо заглушаю либо отпускаю либо определенным образом взаимодействуя с ней если вы пробовали когда-то контактировать с пружинами или с чем-то что создает вибрацию вы должны были бы запомнить это ощущение когда когда вот что-то вибрирующее да она очень сильно воздействует на на вас физически то есть если кто-то начинает вибрировать и вы к этому прикасаетесь если так там электрический прибор или какой-то там такой вот прибор то это то что то что становится как бы частью вашего собственного звучания или вашей собственной вибрации поэтому он об этом пишет так цитирую читаю то что здесь написано можно туда смотрите меня слушать когда я приглушаю или отпускаю пружину рождается момент когда энергия вибрации присутствует как в пружине так и в моей руке это энергия которая исходит из правой руки проходит через пружину и затем продолжается в левой руке и становится потоком который приводит к следующему удару после нескольких ударов я начинаю вибрировать с пружиной и становлюсь частью инструмента я играю но это далеко не все я также звучу а на самом то деле я играю на собственном теле это замкнутая цепь энергии значит понятно о чем он говорит а то есть конструкция представляет собой некую пружину по которой во первых это сочинение прекрасно совершенно исполняет дмитрий щелкин он его играл год назад примерно в электротеатре это был замечательный совершенно концерт я очень надеюсь что вот когда он повторит это исполняет очень сложная партитура чтобы у вас была возможность послушать то как это звучит в реальность то как это же вы как бы звучит живьем да очень любопытно очень интересно и очень много сюда привносит собственно сам исполнитель а потому что собственно этот контакт это пружина да это некоторые вот опять же такая звучащая штука соответственно у нас две две руки есть есть рука в которой молоточек и есть рука которая собственно держит эту пружину так вот момент когда я ударю молоточком по этой пружине пружина начинает вибрировать рука из-за того что она как бы соприкасается с пружиной как часть тела она начинает вибрировать соответственно этот поток вибрации вибрации попадает в меня, он проходит через меня, вот так вот по дуге, и выходит в этой руке. То есть цепь энергии подразумевает, что вот так вот энергия проходит, и я ее снова замыкаю тем, что я опять ударяю, и снова получаю разряд. А это абсолютно такая электрическая идея, такая электрификация процесса. Я снова ударяю, у меня снова разряд, я снова получаю энергию, она снова вибрирует, и дальше, как с этим работает Биллона, то есть она вибрирует, опять рука у меня начинает приводиться в движение, и в какой-то момент он позволяет этим вибрациям выйти наружу отсюда, потому что в этой точке они либо проходят, либо отсюда это выходит, тогда он делает либо так, либо он как-то еще там делает. То есть тело вынуждает реагировать на вибрацию, которая заключена в этой пружине, и, соответственно, обратная реакция, то есть поток энергии, который попадает в меня, он выходит из меня. И тут два следствия из этого. Первое следствие, когда тело, говорит он, становится вторым источником звука, когда тело становится вторым источником звука, то есть вибрация сюда попадает, вибрации тела и инструменты переплетаются, и во многих случаях уже невозможно определить, какой из них был исходным, где, собственно, импульс. Импульс идет от инструмента, или импульс идет от моего тела. И вот это и есть, как он называет, это ритмическое приплетение является фокусом этой работы. Это раз. Два. Когда Билоны приезжал сюда на одну из академий Мити Курлянского в Чайковском, он читал замечательную совершенно лекцию, которую расшифровал Антон Светличный, она даже есть, наверное, в доступе где-то у него, которая посвящена тибетской музыке, где Билоны размышляет, у него совершенно шикарная лекция о тибетской музыке, о том, что такое космогония этой самой тибетской музыки, и, собственно, дает очень важное понятие инструмента, характерное для этой самой тибетской музыки. Он говорит о том, что звук не существует благодаря человеку, а звук существует где-то вне человека. Музыка для тибетских монахов из тибетской традиции существует вне. Произвести звук для тибетского монаха означает не создать его из ниоткуда, а просто сделать явным, обнаружить скрыто присутствующую в мире эманацию божественного, проявленность звука. Звук по отношению ко мне не что-то внешнее, то есть я позволяю звуку происходить внутри меня, поэтому дело не только то, что для меня есть труба, то есть труба в смысле вот как что-то такое. Я сам являюсь трубой, и я и есть труба, которая звучит. Музыка труба – это означает, что ты звучишь в этот момент, а не потому, что она звучит на трубе. Вот это вот есть разница в том, как мы подходим к тому, что такое инструмент, и как он себя проявляет. Это второе. И третье, что очень важно, собственно, если мы возвратимся опять же к концепции мани, слово мани для Биллона очень важно. У него есть несколько сочинений, которые с этого слова начинаются. Если вы посмотрите его дискографию, вы увидите, вот это слово мани очень часто стоит в начале. Это итальянское слово, понимаете, да, мано-дестро, мано-синистро. Соответственно, мани – это руки. Мана – это рука, там правая, левая, да. А мани – это руки. Значит, почему нам важны здесь руки? Ну, уже можно догадаться, да, что руки – это есть некоторый контакт. Вот только что я вам рассказала про обнаружение, да, обнаружение, потому что, еще раз вернусь к этому, задача тибетского монаха – не создать звук, да, а обнаружить его скрыто присутствующую в мире эманацию божественную. Так вот, второе, да, это руки. Руки – это контакт, звук – это контакт, да, который возникает. Так вот, он разделяет две функции руки. Есть рука слушающая, а есть рука пишущая. И вот эти две концепции руки, о которых он говорит, они не только, скажем так, музыкальные в этом смысле, инструментальные, они как бы и социальные в том числе, да, потому что это есть осмысление некоторой природы инструмента уже за пределами вот этого, как бы, да, телесного инструмента. Потому что слушающая рука, слушающая рука, собственно, левая рука, да, та рука, которая непосредственно реагирует на то, что пятым ударила, а эта рука не просто вибрации принимает, она слушает, это слушающая река, ну, река тоже хорошо, да, река-рука, это слушающая река, да что ж, да, слушающая, сейчас, сейчас, я выпью водичку, меня в горло пересохла, это слушающая рука, что она слушает, да, что она слушает, что она переводит, что она, собственно, с чем она контактирует, да, с материалом, она слушает материал, она слушает вот эту телесную природу материала, то есть он не говорит о звуке, как ни странно, он говорит о некоторой физике предмета, о его вот такой вот физичности. Пишущая рука, задача пишущей руки, так вот слушающая рука, извините, она означает полное и нераздельное совместное использование всех способностей в контакте с вещами. То есть контакт с вещью – это то, что делает слушающая рука. А пишущая рука – это то, что продолжает это начало, то есть разделение функций автора, тот, кто слушает и тот, кто пишет одновременно, в знак. Продолжить это начало, усилить и распространить его, не теряя своей свежести. Она должна превратить каждый шаг в открытие, которое происходит в каждый момент, и оно также должно оставаться в открытии. И дальше, вот это я считаю гениально совершенно. Создание и созидание пространства – это то, что делает звук. Пьеса – это приключение самого звука. Человек, который пишет звук, то есть композитор, кстати, вопрос, что делает композитор, добровольно берет на себя задачу стать по очереди молоточком, сначала дышь, потом автопружиной, стеклом, карандашом или бумагой, и при этом оставаться открытым для этого преобразования. Это не всегда удается. Когда пишущая рука и слушающая рука разделяют или даже забывают друг друга, это ослабляет опыт звука. Опыт звука – это опыт жизни. Это в двух словах про Пьерлуиджа Биллона и как пример на то, что такое сочинение воздействующих сил. Значит, это была иллюстрация, собственно, вот этого самого контакта. Едем дальше. Вы видите, что это такая своеобразная табулатурная нотация. Вот у нас есть пружина. Вы видите, что нотоносец выглядит в качестве пружины. И дальше по этой пружине вы уже можете осуществлять разные действия. Кружочки закрытые и открытые – это в том числе кружочки открытые и закрытые, благодаря тому, что пружину можно оставить вибрировать с открытым, с открытым концом к вибрированию. И можно заглушить ее рукой, можно заглушить ее молоточком, можно отскочить молоточком и так далее. То есть мы оставляем огромный потенциал для того, что вибрирует, как вибрирует и как эта связь осуществляется. Едем дальше. Альвин Люсье – это пример на то, что такое сочинение ситуации. Или каким образом мы… Я быстренько пробегусь по этому примеру, только в качестве цитаты. Комментарий к пьесе «Kindle Orchestrations» для певцов, инструменталистов, танцоров, играющих с пламенем газов, горелок, стеклянных трубок и записанных звуков птиц. Любое количество певцов, спикеров, исполнителей на акустических или электронных инструментах, находящихся достаточно далеко от пламени. Горелка представляет собой такое пламя, которое не вот это костер, пламя, а очень направленное такое интенсивное пламя. Исследуют феномен ответной реакции газа на звук, взятый на инструменте или голосом, таким образом, чтобы заставить пламя прыгать, пригибаться и изгибаться в заранее определенной или спонтанной форме. Стеклянные трубки подносятся к этому пламя, не в то время как музыканты или кто-то еще воздействует на пламя, с тем, чтобы оно создавало определенные вибрации. Соответственно, подносимое пламя к трубкам заставляет эти трубки звучать, потому что это воздух, потому что это посыл теплого воздуха наверх, соответственно, как если бы вы в них просто дули. Это пример на то, как сочиняются ситуации. Пример Альвина-Люсье. Подробнее говорить об этом не буду, нам еще впереди много всего. Здесь возможна амбивалентность. В том смысле, что палка, например, может быть одновременно и предметом, если мы уже говорим дальше. Палка может быть одновременно и предметом, и воздействующей силой одновременно. Это и сам предмет, который может звучать, и то, при помощи чего я на что-то воздействую. Ветер, например, если мы возьмем это как материю, может быть одновременно и физикой, то есть физической некоторой, и ситуацией одновременно. То есть у него могут быть свои свойства, и вместе с тем это само по себе может быть ситуацией. Но про ветер тоже было бы очень интересно поговорить. Это очень любопытный феномен, с которым многие художники сегодня работают, трансдисциплинарные, я имею в виду очень интересные результаты работы с ветром получать. Так вот, значит, говоря обо всем этом, мы можем сказать, что интерес композитора к инструменту очень многосторонен. Соответственно, он может быть лежать в следующих областях. Например, в области обнаружения предмета или субстанции, или звукового тела. То есть чем заниматься композитору? Искать инструмент или предмет. И шире, или искать звуковое тело, то, что может создать звук. Дальше, исследование предмета. То есть первое, чем может заниматься композитор, искать предмет. То есть что может быть его интересом. Следующее, исследовать предмет, который он нашел. Соответственно, на что он способен, что с ним можно делать. И поэтому, вот по этому пункту написано огромное количество книг, с которыми вас сейчас во время лаборатории знакомят. Вот эти вот все, собственно, компендиумы или собрания техник, которые посвящены определенным инструментам. И они сейчас в огромном количестве есть. Мне кажется, уже про все инструменты написаны. Еще не по одному разу. Последние там уже и саксофон выпустили, ударные инструменты, и что-то уже не выпустили. То есть вы можете найти вот это самое исследование, уже проведенное другими исполнителями и другими композиторами. Очень часто они делаются в ВКонтакте. Например, исследование по саксофону, которое выпустил Маркус Вайс, оно проведено совместно с композитором Джорджо Нетти. Поэтому авторство одновременное. У этой книги довойное авторство Нетти и Маркус Вайс. Почему? А потому что они параллельно это делали. Только Вайс документировал это в виде книги, посвященной техникой игры на саксофоне. А Нетти написал сочинение Несса Сита, там что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое длится час, и которое Маркус Вайс здесь исполнял в Рахманинском зале консерватории лет пять, наверное, назад. Это самое сочинение Джорджо Нетти, которое направлено как раз на изучение звука на саксофоне. Это вещь, которая написана для сопранового саксофона. У него своя очень интересная метафизика про фазу Луны у этого сочинения. Какая-то такая чудная вообще. Джорджо Нетти в этом смысле для своего поколения весьма себе чудной композитор. Маргинальный даже среди маргиналов. Как-то так. И поэтому они вдвоем, композитор и исполнитель, вместе проводят исследования. То есть это то, что называется в Европе artistic research, художественное исследование. То есть они занимаются тем, что они открывают для себя предмет, и как результат этого исследования нам достается, спасибо за это, книжка по техникам и гаргиналов саксофониям. Это второй пункт. Третий. Что еще может интересовать композитора? Это мы говорим про композитора второй половины XX века. То есть все равно мы как бы всегда имеем в виду, что мы еще остаемся там. То есть еще как бы в некотором смысле не шагнув за Рубикон. Что им еще интересно? Ну, например, по какому принципу объединяются предметы? Как их собрать для того, чтобы получился порядок? Ну, только это порядок, не то, что мы ноты организуем, а мы теперь организуем материальный мир, мы теперь структурируем то, что нам нужно собрать, объединить. Ну и, соответственно, по какому принципу эти силы могут взаимодействовать друг с другом, складываться? Таким образом, вот видя, какое огромное количество у композиторов возникает, мы говорим о том, что инструмент – это не данность. Это перестает быть данностью, универсальностью, и некоторые данные вам, знаете, как хлеб, который лежит на прилавке. То есть мы выходим из ситуации потребления, мы больше не потребляем инструмент, мы его готовим. И наша задача, то есть наша в смысле авторская, композиторская, тех, кто будет потом после этого что-то с этим делать и размышлять об этом, это еще заданность, которая требует прояснения. Вторая часть, которая называется от нематериального к материальному. В этом смысле мы должны сказать огромное спасибо Пьеру Шеферу и трактату, к сожалению, у нас до сих пор не переведенному, который называется «Трактат о звуковых объектах». Это принципиально важный трактат, принципиально важная вещь. Вы знаете, что Пьер Шефер, собственно, был, как он называл себя, не композитором, а исследователем, что вот очень характерно. Несмотря на то, что он занимался конкретной электроакустической композицией, он никогда не называл себя композитором и наоборот просил, вы меня, пожалуйста, называйте исследователем, я ни в коем случае не композитор. Но вот это, кстати, уже вопрос, исследователь или композитор. Потому что, на мой взгляд, он как раз композитор. Он много чего формулирует в этом своем трактате. Нам важно одно понятие, которое им формулируется как генерализация инструмента. Шефер начинает с традиционного определения инструмента. Что такое инструмент? Любое устройство, которое даёт разнообразие звуковых объектов, сейчас я поясню, что такое звуковой объект, или разновидности звуковых объектов, разнообразие объектов или разновидностей и подразумевает, это очень важно, неизменность их причины, может считаться музыкальным инструментом в традиционном понимании общим для любой культуры. Следовательно, теоретически инструмент это то, что изменчиво в своем постоянстве. В качестве постоянства мы за неимением лучшего говорим об инструменте, как о тембре. тембр есть некое постоянство инструментальное, то есть в первую очередь это, конечно, не тембр, в первую очередь это тело, то есть постоянство, которое связано с телесностью. То есть скрипка неизменна в своей телесности, поэтому что бы мы на ней ни производили, там стакката, пицциката, легата и так далее, марката, всё оно происходит и связано тем, что у скрипки общий тембр и общее тело. Это идентифицирует инструмент как общое, это её постоянство. Вот это есть постоянный параметр, всё остальное оно производное, оно не схоже, оно имеет потенциал меняться и изменяться. Стало быть, для каждого инструмента характерны три критерия, которых он называет тембр, потом различные изменения, вот эти перепады, и то, что привносит исполнитель как свою характерную исполнительскую черту, делать что-то определённым образом. Так вот, Шефер пишет о том, что новая музыка ставит инструмент под вопрос. Значит, что значит новая музыка? Он выделяет несколько ступеней, когда говорит о том, что инструмент исчезает. И в качестве примеров или в качестве причин для этого исчезновения он выделяет следующее. Первое. С одной стороны, интерес к абстрактности материалов параметризованной композиции стал настолько велик, то есть параметризованная композиция – это там, где упорядочиваются значения. Количество. Инструмент оттуда исчезает, потому что он лишается своих индивидуальных качеств. Потому что материал становится настолько абстрактным, что нам уже не важно то, какой это инструмент. Нам важно то, что инструмент пропадает, его нет, он перестаёт что-либо значить. Вторая причина, по которой он говорит, что инструмент теряет, пропадает в прежнем значении. Это не значит, что инструмент пропал навсегда, но мы видим, что всё существует и всё нормально. Это значит, что в голове происходят такие изменения, когда старое понятие инструмента вытесняется и заменяется чем-то другим. Чем оно заменяется? Значит, он говорит, что в оркестр попадает огромное количество шумовых инструментов, таких, что мы перестаём распознавать, идентифицировать инструмент. Где, например, у Лахенмана мы слышим, что звучит высокая нота у фортепиано, тут же флейта, тут же какой-нибудь ленью. И мы перестаём идентифицировать, где какой инструмент играет. Вы, наверное, с этим феноменом тоже сталкивались, обращали на это внимание. То мы перестаём понимать, что это то, что производит конкретно этот инструмент. Идентификация инструмента теряется, разрушается. Ну и третье, это, конечно, то, что появляется конкретная инструментальная музыка, которая вносит некоторый свой переизбыток во все критерии инструмента. Соответственно, инструмент в прежнем его понимании исчезает. Но при этом инструмент вновь обретается или вновь появляется. Каким образом? Значит, Пьер Шефер связывает это с появлением пьесы Пьера Анри в 1963 году, который для того, чтобы написать свою электроакустическую конкретную пьесу, использовал для этого звуки скрипучей двери. Как если бы он проводил исследование того, что такое, собственно, схлопывание. Там не только скрипучая дверь, а там подразумевается то, что мы можем произвести хлопок, например, определенным образом. То есть я могу хлопнуть в ладоши, я могу хлопнуть дверью, я могу хлопнуть книжкой, я могу чем-то ещё хлопнуть. И вот эта идея схлопывания, или идея жеста, или идея того, что мы объединяем звуковые объекты, потому что каждый из них является звуковым единством, и в этом смысле это звуковой объект. Мы находим между ними то общее, что становится новым псевдоинструментом или новой псевдоидентификацией. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду, вот когда он говорит о генерализации инструмента, он имеет в виду, что инструмент из области материального переносится в область псевдо-материального. Когда идентификации лежат уже не в области того, что тело общее, а принцип общий, или схожесть самого жеста, она одна для всех, соответственно, тогда идея или критерий постоянства переносится, опять же, телесного инструмента на инструмент, как бы существующий уже как постоянство вне этой природы телесного инструмента. Таким образом, мы можем говорить о некоторой стратегии движения или поиска того, где находится инструмент, если мы пойдем от обратного, пойдем от нематериального уже к материальному, то есть обеществлению посредством уже известного инструмента. Тут, видите, много путаницы. И, к сожалению, эта путаница неизбежна. Что называть инструментом, что называть псевдоинструментом, наверное, было бы здорово, если бы кто-то нашел. Я сделала попытку найти какие-то определения, но у меня пока не получается. Найти разницу, почему это инструмент, а это тоже инструмент. И то, и другой инструмент. Мы сейчас будем находить что-то, что лежит в области нематериального, и это будем называть инструментом. А затем уже то, что материализуется, уже как бы через другой инструмент. Но то, что инструментом, по сути, уже больше не является. В этом путанице. Я проясню через примеры, и будет немножко понятнее. Что может выступать в качестве такого материального? Например, здесь написано, да, жест. Про жест я только что сказала. Жест может становиться новой идентификацией, или новым понятием вот этого нового постоянства. Один жест, который распространяется на всё, что угодно. Например, жест смахивания. Вот я тут смахнула, тут что-то я смахнула, с лица смахнула, например, с окна смахнула. И сам жест смахивания, и он будет тем, что будет друг с другом объединять вот эти вот разные предметы, через которых я материализую вот этот жест смахивания. То есть жест смахивания остаётся где-то внутри моей головы. Никто о нём вообще даже не знает. Я знаю о том, что я материализую жест смахивания. Это если мы говорим о жесте. Это может быть какое-то действие, которое проявляется через разное. Например, то, что я иду. Я иду, вот, например, я иду, это важно. Я иду по дороге, я иду по воде, я иду по чего-нибудь, там, по железу, по пенопласту, где там я иду, да. То есть само действие, оно как бы, оно есть, оно есть то, что объединяет всё производное, как звук. Звук становится производным по отношению к идее того, что я иду, или там, да, действию. Это не обязательно может быть, да. Поведенческие стратегии, пространство, память, знаки и, в общем, прочее, прочее, прочее. Например, первый пример. Предположим, что один инструмент инструментуется посредством другого. Здесь есть несколько примеров совершенно замечательных. Например, у Виктора Якимовского есть сочинение написано для 30 медных инструментов, которые называются юрихонские трубы, которые, как вы понимаете, да, то есть мы благодаря звучанию медных инструментов материализуем или как бы создаём определённую ситуацию, которая бы напомнила нам о том, как звучат юрихонские трубы. То есть никто из нас не слышал, как звучат юрихонские трубы. Есть только подобие того, как они могут звучать, потому что другое, например, сочинение, сочинение Яни Саксинакиса, которое называется Керен, оно, в общем-то, про это же самое, как ни странно, для тромбона соло, который воссоздаёт при помощи этого, в этом сочинении, он пытается воссоздать звучание древнееврейского шафара. Древний еврейский шафар – это и есть та самая юрихонская труба, при помощи которой, по предположению, был разрушен древний юрихон. Примерно то же самое, например, делает Хельмут Лахенман в сочинении, которое называется Гуэра, и которое написано для фортепиано. Вы знаете, это сочинение, где необходимо по струнам рояля, не нажимая на струны, по клавишам рояля, при помощи разных пальцев, палочек и прочее, совершать определённые движения, которые как бы напоминают или являются некоторой инструментацией того, как бы звучало Гуэра. То есть Гуэра, только у него называется не Гуэра, как, собственно, оригинальное название инструмента из сухой тыквы с насечками, а Гуэра, то есть есть некоторые искажения в том, как он называет своё сочинение. То есть автор как бы буквально создаёт псевдоинструмент посредством уже существующего и таким образом выражает псевдоматериальное посредством материального. Это один путь, когда один инструмент через другой инструментуется. Второй пример – это когда сочиняется или инструментуется, или моделируется определённый тип звучания инструмента, которого не существует в реальности. Так, например, поступает Сальваторий Шарина в одном из своих сочинений, в первом из шести коротких квартетов. Что мы здесь слышим, когда слушаем эту часть? Она совершенно необычная. Это первая часть, ещё раз, из шести коротких квартетов Сальваторий Шарина, и она происходит из одного единственного жеста. Это эффект брашен, то есть эффект тремола, который возникает, когда вы движетесь смычком вдоль струны, вот так, вот таким вот движением, вот таким вот жестом. А это, собственно, это жест, это приём, который нам известен благодаря Сальваторе Шарина. Он у него появляется. Не только у Лахенмана появляется этот жест. Он больше известен как жест Шарина. Он очень часто использует его в сочинениях. Он известен как щётка или брашен, эффект брашен. Он пишет всегда брашен. Значит, смысл этого движения в том, что оно может производиться с разной скоростью. То есть можно производить медленно, обязательно ещё немножечко, то есть он не всё время вот так ведёт, а чуть-чуть скашивает этот жест. Можно производить его медленно, можно производить его таким образом, по-разному. И всё сочинение выстраивается как один и тот же принцип скольжения, который становится таким вот тембром, некоторым новым тембром или тембром-постоянством, или таким псевдо-тембром, псевдо-инструмента. Но дело в том, что его практически нельзя идентифицировать как струнный. Несмотря на то, что это сочинение написано для струнного квартета, звучит оно так, как если бы оно было написано для некоторого инструмента комбинированного, потому что вы никогда не слышите, что это две скрипки, а это альт, это виолончель. Они всё время, их как бы, совокупность, их звучание такова, что вы всё время слышите какое-то звуковое единство. И таким образом у вас создаётся некоторое ощущение, будто бы то звучание, которое есть, оно принадлежит какому-то чужеродному инструменту, другому, несуществующему, который проявляется благодаря струнному квартету. То есть струнный квартет – это условия, внутри которых возникает возможность услышать другой инструмент. Шарина моделирует звучание другого инструмента вот этим самым другим жестом. И таким образом получается, что он создаёт определённый тип звучания, который написан как бы формально для струнного квартета, но фактически является голосом несуществующего инструмента. Это второй пример. Третий пример, на который я сошлюсь, когда мы говорим о некоторой материализации инструмента или то, как, собственно, композитор будет работать вот с этой самой инструментовкой. В качестве такой новой инструментализации я вам предложу сочинение Берю для знаменитой циклосеквенции для сольных инструментов. Это самая, наверное, знаменитая его секвенция, номер 7, для Габоя, для Габоя-солу, которая знаменита ещё и благодаря исполнению Хайнца Холлигера. Значит, что любопытно в этом сочинении? Во-первых, оно написано на одном листе, что уже характерно. Этот лист представляет собой в некоторого рода, как вы видите, разлинованную поверхность. А, не видно, к сожалению. Я бы вам показала этим курсором. Но так, видимо, вы видите, что поверхности там обозначены цифры. 3, 2, 7, 2, 2, 2, 1, 8 и так далее. Видно, да? Поверх. От этих цифр вниз идут такие пунктирные линии. Если мы посчитаем количество квази-тактов или разлинённости по вертикали и по горизонтали, мы увидим, что оно равно 13 вертикально, то есть 13 строчек, поделённые на 13 сегментов. То есть это такая а-ля шахматная доска, поделённая на 13 квадратиков или на 13 таких вот внутри ячеек, которые заполнены какими-то структурами или заполнены звуком. Это очень интересно, потому что это говорит о том, что композитор в данном случае эту пьесу, конкретно эту пьесу, он писал вот на такой подготовленной бумаге. То есть уж скоро мы говорим о том, что инструмент исчезает, а не только инструмент исчезает, партитура, как некоторая подготовленная, понятная, ясная, универсальная вещь, она тоже исчезает. И она в некотором смысле тоже требует того, чтобы быть обнаруженной, быть проявленной, соответственно, в чём-то другом. Но здесь нам очень важно что? То, каким образом ведёт себя инструмент. И если бы мы говорили об этом сочинении с точки зрения традиционного синтаксиса или традиционного формообразования или традиционного интонационного анализа, к сожалению, ни один из этих типов анализа нам ничего не даст, никакой информации о том, что здесь есть потенциально в этой самой пьесе и о чём она. Если только мы не будем рассуждать о ней с точки зрения инструментального мышления. Если мы говорим с точки зрения того, о чём мы говорим, то есть гобой есть инструмент, который материализует или который овнешняет или при помощи которого инструментуется что-то, что находится вне его, то есть вне материального, а гобой это только то материальное, через которое что-то проявляется или обретает свою инструментальную телесность, то мы найдём здесь очень любопытные явления в этом смысле. И вы можете обратить внимание на то, что же здесь существенно в качестве материала, с которым работает композитор. Здесь существенны разные, с одной стороны, особенности типа, например, гармонической, артикуляционной. Когда одна и та же нота берется разными аппликатурами, соответственно, она меняет свой тембр, она по-разному звучит, у нее каждый раз меняется краска у этой ноты, это нота Си, с нее, собственно, начинается. Дальше эта нота определенным образом себя ведет. Вы можете обратить внимание на то, что некоторые ритмические конструкции выписаны очень четко, а некоторые выписаны как будто бы, есть прям нормально выписаны ритмические структуры, а есть ритмические структуры, выписанные как бы квази-импровизационно, а есть ритмические структуры, которые каким-то еще образом выписаны, например, вот так, то есть вне нотных штилей. То есть есть где нотки одеты в нотные штиле, а есть где нотки вот так вот одеты, а где они вообще не одеты. Сама нотная головка выглядит очень странно, она может выглядеть обычно, может выглядеть перечеркнутой, может выглядеть маленькой, а может выглядеть еще маленькой перечеркнутой. То есть измерение нотации, оно становится как бы вот таким тоже квази-расширенным. И длинные нотки, они тоже очень разные, то есть есть нотки, которые залегованы, есть нотки, у которых как бы потенциально нет никакой лиги. Вот она чёрненькая стоит, но явно, что она длится на весь так, у неё есть некоторая пропорциональная нотация. Есть много разных вот таких условий. Если мы говорим об этих условиях, то мы видим то, что звук определённым образом одевается, как если бы он обретал своего рода телесность, как если бы Берио инструментовал и телесно воплощал бестелесный звук, не обладающий материи. То есть некоторую абстрактную точку или некоторую абстрактную гранулу, то есть как некоторую идею доматериальную, которая одевается при помощи инструмента. Каким образом она может одеваться? Например, от чего она одевается и от чего она зависит? Например, она может одеваться в разные спектры. То есть абстрактная гранула, она вдруг одевает разные спектры и, соответственно, меняет свои вот эти вот спектральные звучания. Она может быть разной плотности, и это тогда мы видим по тому, как нотируется нотная головка, потому что она разной плотности. Она бывает маленькая, она потолще бывает, перечеркнутая и так далее. Она может нотироваться или воплощаться через длительность, через дрожь и так далее. И в этом смысле не случайно то, что простейшая основа, которая дана изначально, то есть то, с чего начинается сочинение, которое становится своего рода импульсом и инициатором, это синусоида. Это синусоида, то есть наипростейшее выражение звука, которое имеет только одну волну в своей структуре. Отчасти по касательной это отвечает на вопрос о новых исполнительных техниках, как о том, что новые исполнительские техники служат средством новой инструментовки, или можно было бы сказать расширенной инструментовки. То есть то, что мы видим как пример, это не простая пьеса, это пьеса, можно было бы сказать, что это уже пьеса инструментованная для Гобоя. Мы обычно привыкли говорить, что инструментовка это то, что мы переносим с одного инструмента на большое количество инструментов. Здесь мы имеем дело с чем-то другим, когда материальное, то есть точка, псевдоинструмент, оно инструментуется через разные свои проявления на поле или на поле возможностей, которые представляет другой в традиционном понимании инструмент гобой. Таким образом, под инструментовкой мы понимаем не переложение фортепианной идеи на инструмент, а инструментальное воплощение идеи, реализованное даже в одном инструменте, а инструмент превращается в сцену или место, на котором разыгрывается действие. Я должна еще успеть сказать о последнем, заключительном, третьей инструментальной стратегии, которую назвала «Между мирами», и на самом деле, мне кажется, это то, что можно приблизить отчасти к тому, что происходит более-менее сегодня, то есть это уже некоторый такой рубикон, это очень любопытно, это идея инструмента как медиа, то есть как раз того самого места или сцены для проявления вещей. Здесь я сошлюсь на лекцию по философии постмодерна Дмитрия Хаустова, где он рассуждает о том, что такое современные медиа. Казалось, что медиа – это только средства на деле, это сами условия человеческого существования, форма, переходящая в само содержание человеческого бытия. Звучит абстрактно, но я сейчас попытаюсь это проиллюстрировать на примере сочинения Жоржа Апергиса, сочинение, которое называется «Встреча после разлуки». У него такое французское название, у меня с французским не очень хорошо. Что такое? Вы меня скорректируйте, пожалуйста, если я не права, где-то у меня есть. Значит, мы его посмотрим с вами чуть-чуть, а потом я сделаю небольшой комментарий, опять же посмотрим, если это возможно будет. Вот тут у меня есть видео. Вот оно. А звук отсюда, извините. Так что смотрим отсюда. Вот видите это название? Вот. Ой! Ой! Продолжение следует... 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 То есть такой телосинтезатор, который производит вот эту общую идею того, что у нас нет твоего тела и нет моего тела. Мы находимся в контакте постоянном. И то, что ты сделал, я тебе на это ответил. И в этом смысле мы превращаемся в такой вот… Тело превращается в язык. Это некоторые вербализации вообще всего процесса. Сказать, что такое говорение, что мы выражаемся и мы понимаем себя далеко не вербальными способами, а не вербальными в том числе. И мне кажется, суть инструментальной ситуации, которую он здесь хочет нам продемонстрировать, как раз заключается в том, что разговор – это далеко не обмен мнениями. И, собственно, через язык, видимо, он и пробует это демонстрировать нам. И как конечный результат, в конце они говорят в унисон, то есть возвращаясь к такому, собственно, идее речи, в конце звучит только речь, и они проговаривают вот этот текст в унисон. То есть как идея того, что, видимо, это некоторое такое супертело или некоторый суперязык, некоторая такая вот ситуация синхронности. Вывод из всего этого – инструмент проблематизируется, равно как и проблематизируется сама область инструментального мышления, которая в связи с этим поднимает очень много вопросов и следствий. Вопросы инструментальных идей, инструментальных стратегий и концептов, инструментальные проекции Вореза, инструментальный синтез Гризея, инструментальные информативные организмы Марко Стропы – все это требует глубокого освоения и прояснения через метод инструментального анализа, цель которого – раскрыть инструментальное мышление композитора. С тех пор, как композитор мыслит инструментом, мы должны рассматривать инструментальную область как особую область композиторского мышления учиться мыслить инструментом. Все, спасибо за внимание.